У Валерии вообще крайне интересная судьба. Она в юном возрасте бросила школу и сбежала в Париж. Потом вышла замуж, стала фотографом-постановщиком, стала даже соавтором фильма и только после этого начала писать. И удивительный факт, что все ее книги стали бестселлерами и получили огромное количество литературных наград. То же самое можно сказать и про книгу «Трое», где в центре сюжета находятся три главных героя. И здесь я хочу привести цитату автора, когда она говорит, что с одним из героев спустя много лет я могу разговаривать, вторую презирает меня, третьего презираю я, хотя в детстве все трое меня завораживали. Как вообще вам такая завязка? А вы замечали, что отношения никогда не бывают между двумя людьми? В них всегда есть кто-то третий. Треугольник – это всегда запутанный клубок чувств, сюжетов и тайн. Чтобы распутать такое, нужно целое расследование. Полностью согласен. При этом можно сказать, что в этой книге не классический любовный треугольник, это больше история про дружбу и преодоление. А я этого и не имела в виду. Треугольники, кстати, редко бывают чисто любовными, потому что клубок отношений между людьми постоянно запутывается, меняется, обиды приходят и забываются, страсть разгорается и угасает, одни ниточки рвутся, другие возникают, но клубок остается клубком. Например, когда мы с Гумилёвым расстались, это лишь значило, что порвалась ниточка супружества. Зато ниточку дружбы мы сохраняли еще долгие годы. К сожалению, даже в треугольниках может происходить и что-то ужасное. И в книге Валерии Перен есть не только дружба, любовь, испытания, но и предательство, преступления и утраты. А все это лишь вплетается в клубок. Опять-таки, сужу по собственному опыту. Когда-то до меня дошли слухи, что моя подруга Софья Островская агент НКВД и следит за мной. Но, несмотря на это, Софья оставалась для меня близким человеком, и наши встречи продолжали приносить мне радость. Да, неприятно узнавать про близких людей такие факты. В этой книге главные герои тоже встречаются через 20 лет, пройдя через огромное количество испытаний, через предательство, взлеты, падения, болезни. И когда они смотрят друг на друга, они не понимают, близки они люди или нет, и есть ли что-то, что их связывает, и что же может остаться вообще от их отношений. Если бы ответ был очевиден, зачем читать? Чтобы выяснить это, как раз-таки и нужно провести расследование, попытаться распутать этот клубок. И пока читатель не дойдет до самого конца истории, он ни за что ее не поймет, даже если в процессе покажется, что все очевидно. А почему, по-вашему, вообще такие книги волнуют людей? Говорят, ничто так не интересует человека, как жизнь других людей. Я бы сказала, ничто так не интересует человека, как его собственная жизнь. Но в собственной жизни разобраться очень сложно, поэтому нам и нужны истории других людей, как примеры. И, судя по описанию книги, велик шанс того, что «Трое» – хорошая история, которая поможет читателям лучше понять себя, своих близких и свою жизнь.